Привет! Это Александр Бармин и очередной выпуск Лид Код Визми, где мы решаем задачки с Лид Кода. Давно мы этого не делали. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии и жать на колокольчик. Это не только мотивирует меня выпускать новые видео, но также позволяет их продвигать в Ютубе. Ютуб рекомендует их большему числу зрителей. К лайфкодингу! Итак, что у нас сегодня? Удалить энную ноду с конца списка. Класс. Обожаю связанные списки. Итак, дан хэд линкет листа удалить энную ноду с конца списка и вернуть хэд. Все как обычно. Итак, дан список 1, 2, 3, 4, 5 удалить вторую с конца. 1, 2. Вот это вторая по счету. Что важно здесь заметить? Это связанный список. По нему мы все время интерируемся слева направо и мы не знаем, когда в нем наступит конец в этом связанном списке. И удалить энную ноду с конца фактически значит, что нужно удалить энную ноду, скажем так, которая стоит н элементов назад перед до последней, перед концом списка. Ну вот как в данном примере, например. Нам необходимо удалить вторую с конца. Вот это первая с конца, а вот это вторая с конца. Если бы список был короче, заканчивался на тройке, то мы бы удалили двойку. Поэтому в чем заключается основная идея решения этой задачи? Основная идея решения этой задачи заключается в том, что мы будем считать, насколько конец списка, текущий конец списка, отстает от той ноды, которую нам нужно удалить. Или наоборот, идет впереди от той ноды, которую нам нужно удалить. Теперь давайте попробуем это реализовать. В первую очередь, что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно завести, как обычно, лист ноду head. Ну скажем, new head. Он будет указывать на head. Затем нам нужно завести лист ноды current, который тоже будет указывать на head. И возвращать мы будем, естественно, new head. Все как обычно. Затем нам понадобится еще одна лист нода, ту, которую мы будем удалять, и она пока тоже будет указывать на head. И нам понадобится еще один указатель. Это нода, которая стоит перед той, которую нам нужно удалить. Зачем это нам нужно сделать? Ну вот снова мы удаляем здесь четвертую ноду, вторую с конца. Соответственно, в конце, когда мы дойдем до пятого элемента, и список наш закончится, наш лист закончится, то to remove будет указывать на четвертую, before remove будет указывать на третью. И что мы сделаем? Мы соединим before remove next с to remove next. Ну то есть ссылочку вот так вот пробросим вокруг. Кроме всего прочего, нам нужно еще считать количество элементов, которые мы прошли. Это важно. Почему? Ну потому что нам нужно знать, в какой момент нам указатель to remove нужно двигать вперед. Ну вот смотрите, мы встали указателем current на head. Сколько элементов мы прошли? Пока ноль. Сдвигаем на один. Head теперь у нас вот здесь вот. Что получается? Head на двойке. To remove все еще стоит на единичке на хеде. И этого недостаточно, потому что у нас все еще нода, которую нужно удалить, это единичка, потому что она один, два, вторая с конца. После этого передвигаем current на третью ноду. И что получается? Мы прошли уже один, два элемента. Значит, элемент, который нам нужно удалить, он на самом деле двойка. И мы в этот момент начинаем двигать указатель to remove вперед. А указатель before remove мы будем двигать, когда мы пройдем n плюс один элементов. Ну а дальше все. Дальше мы пишем стандартный boilerplate, который нам нужно написать для работы с linked-листами. Current равно current next. Итерируемся по ним. Elements плюс плюс. Почти как все плюс-плюс, только elements. А дальше все, как мы только что обсудили. Если количество элементов, которым прошли, больше или равно, чем n, то мы двигаем to remove на один вперед. to remove next. Если мы прошли n плюс один элементов, просто elements больше n, то before remove равно before remove next. Окей. Теперь нам нужно, собственно, перецепить. Что нам нужно сделать для того, чтобы перецепить? before remove next равно to remove next. Вот как-то так. То есть, когда мы дойдем до конца списка, вот это будет to remove, вот это будет before remove. И мы перецепляем и соединяем третий next с пятой нодой. Но здесь есть еще один corner case, когда нам нужно удалить head. А head нам нужно будет удалить в том случае, если элемент to remove равен, указывает на ту же ноду, что и head. И в этом случае нам нужно вернуть список, который будет начинаться со следующего за head элементы. Вот так. Что стоит отметить, что большая часть задач на linked-листы решаются одинаково. И если вам нужно время подумать, пока вы напишите вот весь этот boilerplate, который есть в конце, вы фактически напишите 80% всего кода, который нужно. И останется написать, допустим, там, как обычно, пара-тройка условий, которые, собственно, и составляют суть задачи. Хурей! Мы победили вообще всех 100%. Круто, правда? Это все на сегодня. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии и жать на колокольчик. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Продолжение следует...